Привет! Сперва снова перейдем к тем, кто поддержал канал Денежкой. А это Раис, Антон, Сергей, Валера, Александр и Хозя. Спасибо вам огромное! А теперь перейдем к книге. Книга девятнадцатая. Психология лжи. Автор Пол Экман. Глава первая. Ложь, утечка информации и другие признаки обмана. Не вся неверная информация может считаться ложью. Например, человек с параноидальной манией, утверждающий, что он Наполеон, не обманщик, хотя его утверждение и является ложным. А неудачный совет клиенту о капиталовложении не является ложью, если консультант сам не знает правды. Человека, верящего в собственную ложь, нельзя назвать обманщиком. Настоящий лжец всегда обманывает намеренно, и он знает, что он это делает. При этом жертва обмана не просит, чтобы ее вели в заблуждение. Иначе к лжецам можно было бы отнести всех актеров, но в их случае публика согласна принимать их маски за истинные лица. Существуют две основные формы лжи – умолчание и искажение. При умолчании лжец скрывает истинную информацию, но не сообщает ложной. При искажении же лжец не только скрывает правду, но и предоставляет взамен ложную информацию, выдавая ее за истинную. При умолчании лжецу не нужно придумывать какую-либо историю, и в случае раскрытия правды ее всегда легче оправдать. Например, жена, разбив машину, может ничего не рассказать своему мужу. А когда правда всплывет наружу, она может сказать, что хотела рассказать позже или забыла. Или что ее же не спрашивали, все ли в порядке с машиной, вот она и не рассказала. Но при искажении, когда задается прямой вопрос «Где ты был вчера вечером?», человек от неожиданности может впасть в панику на ходу, придумывая историю. Здесь его и можно поймать за ложью, так как если человеку нечего скрывать, то и паниковать он не будет. Но лжец может скрыть истинную причину волнения. Например, сказав «Вчера меня чуть не уволили, и я пил в баре». Или он может скрыть панику фальшивой эмоцией, например, гневом. Сказав «Ты надоела меня во всем подозревать». Есть еще одна разновидность обмана. Это говорить правду таким образом, чтобы в это нельзя было поверить. Например, муж мог бы сказать «Да, вчера вечером я заехал к любовнице, мы покувыркались пару часиков, поэтому время пролетело так быстро, что я и не заметил». Насмешливые интонации или выражения лица при этом также могут способствовать обману. Есть два вида признаков обмана. Первое – это утечка информации. Это когда лжец нечаянно выдает себя, например, давая противоречивые факты или сказав что-то не то. Второе – это когда человек невербально дает понять, что он лжет. В данном случае истинные чувства можно обнаружить благодаря выражению лица, интонации, оговоркам или определенным жестам, о чем мы и поговорим позже. Глава 2. Почему ложь иногда не удается? Пункт 1. Неудачная линия поведения. Лжец не всегда знает наперед, что и где придется солгать. У него также не всегда есть время для того, чтобы выработать линию поведения, отрепетировать и заучить ее. И он не способен предусмотреть все возможные вопросы и приготовить ответы на них. И в итоге человек противоречит либо сам себе, либо уже известным или выплывающим позже фактам. Хороший же лжец всегда придерживается первоначально избранной линии поведения, которую он может рассказать сколько угодно и никогда не собьется. Второй пункт – страх разоблачения. На то, как человек боится разоблачения, влияют несколько факторов. Первый из них – это насколько верификатор является специалистом в распознавании лжи. Например, боязнь разоблачения невелика, если мы обманываем своего друга. Но если мы обманываем полицейского, то мы начинаем нервничать, когда лжем. И либо этот страх выдает обманщика, либо лжец просто говорит правду, думая, что шансов обмануть у него нет. Поэтому родители убеждают своих детей, что запросто обнаружат любой их обман. И ребенок, сказавший неправду, может испугаться настолько сильно, что тут же будет пойман. Или родители могут сказать, что если ребенок расскажет правду, они не будут его наказывать. И это должно быть так. Потому что если ребенка все же наказали, он больше не поверит им и будет все скрывать. Но если, например, муж меняет десятую любовницу и до сих пор не был уличен в этом, он перестает нервничать. И в этом случае лжец может совершать ошибки просто из-за беспечности. Например, раньше, каждый раз идя к любовнице, муж мог предупреждать своего друга, чтобы он, если что, прикрыл его. Но затем ему становится лень заморачиваться. И тогда он попадается. Таким же образом работает и детектор лжи. Он улавливает эмоциональное возбуждение человека. И перед тестированием операторы пытаются убедить подозреваемого, что аппарат никогда не терпит неудачу. И лжец уже после этих слов начинает нервничать. Когда подозреваемый не сознается, некоторые операторы детектора лжи оказывают на него давление, заявляя, что судя по показаниям машины, он говорит неправду. Всегда есть надежда, что в связи с нарастанием опасности разоблачения, виновный все-таки в конце концов признается. Невиновный же начнет доказывать свою невиновность. А следователь, допрашивая подозреваемого, пытается навязать ему, что добровольное признание может смягчить наказание. Хотя порой это далеко не так. Он может сочувственно объяснять, что прекрасно понимает преступника. И что, возможно, сам бы поступил так на его месте. Это все небольшие уловки, которые могут повлиять на то, признается человек или нет. Второй фактор – это личность самого лжеца. Некоторым людям ложь дается очень тяжело, в то время как другие лгут каждый день по сотню раз. Первым кажется, что любой человек, только посмотрев на них, сможет сразу же сказать, лгут они или нет. Вторые же не испытывают боязни разоблачения вообще. Они лгут с самого детства, обманывая своих родителей, учителей и друзей, когда им захочется. Третий фактор – чем выше ставка, тем сильнее боязнь разоблачения. Например, аферист, обманывая свою жертву на более крупную сумму, будет нервничать больше. Лжецу может угрожать два вида наказания – за саму ложь и за преступление. И если наказание за ложь будет гораздо строже, чем наказание за само преступление, это может предотвратить обман. Поэтому от родителей, наказывающих своих детей, будет зависеть, будут их дети признаваться или нет. Если за каждый проступок ребенка лупят, то вскоре он будет лгать, чтобы избегать побоев. Но если вы скажете, что будете только уважать его, если он расскажет правду, то это создаст доверительное отношение между вами. Но ложь может оставаться очень соблазнительной, поскольку признание приносит немедленные и определенные потери, в то время как ложь предлагает возможность избежать каких-либо потерь вообще. И перспектива избежания немедленного наказания может оказаться настолько привлекательной, что лжец лучше скажет неправду. И четвертый фактор – что приобретает и что теряет обманываемый, а не лжец. Например, если в аварии маленький мальчик спросит, что случилось с его родителями, то спасатели могут умолчать, что его родители погибли. Это так называемая ложь во спасение, не предполагающая никакой выгоды для спасателей. Третий пункт – муки совести. Ребенок, укравший какую-либо вещь у своего одноклассника, который его постоянно унижает, не будет чувствовать при этом свою вину, считая это местью. Но он может почувствовать угрызение совести, солгав об этом учителю или родителям. Чрезмерное чувство вины приводит к мучительным переживаниям. И чтобы избавиться от этих чувств, человек может во всем признаться. Но у человека, который хочет признаться, может возникнуть чувство стыда, что все узнают, что он натворил. И в итоге желание облегчить вину побуждает к признанию. А желание избежать унизительного чувства стыда препятствует этому. И человек разрывает от чувств. У других людей может не быть ни вины, ни стыда. Так у наемных убийц входит в их работу обманывать и убивать своих жертв. И потому они никогда не будут испытывать чувство вины по поводу своего дела. Они лишь боятся быть пойманными. То же самое можно сказать и про шпионов, которые обманывают доверившихся им лиц. Такая ложь называется дозволенной. То есть людей оправдывают определенные обстоятельства. Так священник, который скрывает от полиции признание, сделанное преступником во время исповеди, не будет испытывать угрызений совести. Его обет дозволяет ему такой обман. Если лжец не видит в своей лжи никакой выгоды для себя, он скорее всего не будет испытывать и угрызений совести. Угрызения совести наиболее вероятны в тех случаях, когда ложь не дозволена или когда была достигнута предварительная договоренность не лгать друг другу. Также лжецы гораздо меньше испытывают угрызений совести, когда жертвы им не знакомы. Существует множество путей для оправдания обмана. Обман можно посчитать местью за несправедливость. Или если жертва обмана оказалась слишком доверчивой, лжец может посчитать, что она сама во всем виновата. 4. Восторг надувательства В случае успеха лжец может получить удовольствие и гордость за достигнутый обман. Люди могут признаваться в обмане, желая поделиться своим восторгом с другими, ожидая признания и высокой оценки своих способностей. Обмановая, человек может испытывать восторг надувательства, угрызения совести и боязнь разоблачения одновременно или по очереди. Возьмем покер. Когда блефуя игрок претендует на то, чтобы все скинули карты, у него может возникнуть боязнь разоблачения, особенно если ставки очень высоки. Если же он видит, что партнеры один за другим сдаются, у него может возникнуть также и восторг надувательства. Но поскольку обман дозволен в данном случае, у него не будет никаких угрызений совести, если, конечно, он при этом не жульничает. Глава номер три. Обнаружение обмана по словам, голосу и пластике. Человек, пытающийся выявить ложь, должен знать, каким образом эмоции влияют на речь, голос, тело и лицо. Как могут проявляться чувства, которые лжец пытается скрыть, и что именно выдает фальшивость наблюдаемых эмоций. Лжецы, в свою очередь, не могут скрыть все аспекты своего поведения, и поэтому скрывают только те, на которые большинство обращают внимание. Они правильно подбирают слова и следят за эмоциями на лице. Ведь если он говорит, что рад идти к тёще, а на лице у него гримаса отвращения, то здесь что-то явно не так. На голос и тело же они обращают меньше внимания, поэтому можно ориентироваться на них. Давайте разберем все по порядку. Первое – это слова. Лжеца могут выдать неосторожные высказывания или оговорки, о которых мы говорили ранее. Также лжец постоянно дает уклончивые ответы или применяет различные увертки, пытаясь невзначай перевести разговор на другую тему. Второе – это голос. Здесь наиболее распространенными признаками обмана являются паузы. Паузы могут быть слишком продолжительными или слишком частыми. Заминки перед словами, особенно если это происходит при ответе на вопрос, всегда наводят на подозрения. Признаками обмана также могут быть и речевые ошибки, например, междометия, такие как, ну, или, эээ, или повторы, например, я, я, я имею в виду, что я, лишние слоги, например, мне очень по-понравилось. Это может происходить, потому что лжец не продумал линию поведения заранее, или продумал, но у него сильная боязнь разоблачения. Третье – это пластика. В нашей культуре показ среднего пальца означает неуважение и относится к эмблемам. Также к эмблемам можно отнести пожатие плеч, означающее «я не знаю», или прикладывание руки к уху, что означает «говори громче». Когда человек контролирует эти эмблемы, то он показывает их полностью. Но когда делает их неосознанно, то может показать только часть, например, пожать только одним плечом. Этим он и может выдать свою ложь. Обычно мы поднимаем руку, выставляем ее вперед и показываем средний палец. Но обнаружили, что если человек рассержен или раздражен чем-то, то он может несознательно показывать средний палец на руке, который лежит, например, на колене. И когда человека спрашивали, зачем он это сделал, он сам не мог поверить в это, пока ему не показывали видео. Это называется эмблематическими оговорками. Также существуют иллюстрации и манипуляции. Иллюстрации – это когда человек при обычном разговоре начинает жестикулировать, или делать ударения на словах или фразах, подчеркивая тем самым важные моменты в речи. Но когда он начинает врать, иллюстрации пропадают. А к манипуляциям относятся все те движения, которыми массируют, потирают, щиплют, ковыряют или чешут другую часть тела, или совершают какие-либо иные действия с ней. То есть закручивание и раскручивание волос, потирание пальцев или качание ногой – это все манипуляции. Манипуляции могут ограничиваться только лицом. Например, человек может слегка покусывать или облизывать губы. Люди, пытающиеся выявить ложь, часто ошибочно принимают правдивого человека из-за лжеца, потому что тот демонстрирует слишком много манипуляций. Но человек может быть просто расстроен. Когда люди чувствуют себя не в своей тарелке или нервничают, они ерзают и совершают беспокойные движения. Или они, наоборот, расслаблены, так как находятся в кругу своих друзей, поэтому меньше беспокоятся о приличиях. Таким образом, манипуляции не являются надежным признаком обмана. И здесь, как и с иллюстрациями, необходимо, чтобы верификатор был знаком с подозреваемым и мог сравнить его поведение в обычный день с поведением в данный момент. По вегетативной нервной системе также можно определить признаки обмана. Если лжец испытывает страх, гнев, вину или стыд, это часто сопровождается учащением и глубиной дыхания, частым сглатыванием, запахом пота или выступающей испариной. Детектор лжи замеряет именно эти изменения. Глава 4. Мимические признаки обмана. На лице человека всегда отображаются истинные эмоции, даже если его слова противоречат с ними. Поэтому чаще всего лжеца можно опознать по выражению его лица. Лицо может сказать нам, какие эмоции испытывает человек, например, страх или гнев, и насколько сильна эмоция. Например, у человека может быть легкое раздражение или ярость, опасение или ужас. У человека могут быть как автоматические выражения лица, то есть они появляются неосознанно, так и вполне осознанные. В этом случае человек или имитирует какую-то эмоцию, либо пытается скрыть истинную эмоцию. Давайте немного поговорим о микровыражениях. Подробнее о них рассказано в другой книге данного автора, поэтому нету смысла останавливаться на этой теме. Микровыражения – это настолько мимолетные выражения лица, что их очень сложно заметить. Микровыражения проявляются не более, чем на четверть секунды. Например, когда человеку грустно, то сперва вы можете заметить микровыражение печали, и только затем другую эмоцию. Например, улыбку, если человек пытается показать вам, что у него все хорошо. Для большинства людей достаточно и одного часа, чтобы научиться замечать эти мимолетные выражения. Для этого существует множество программ-тренажеров, названия которых вы можете сейчас видеть на экране. Сперва нужно включить запись на замедленной скорости и затем постепенно повышать, и вскоре вы на нормальной скорости будете их различать. Некоторые микровыражения практически невозможно осознанно подделать, они могут возникать только в искреннем состоянии. Поэтому это самый верный способ узнать, что на самом деле чувствует человек. Наиболее сложным бывает распознать истинные эмоции у актера. Так как вживаясь в роль, актер не имитирует эмоции, а повторно проживает их и начинает верить в них. Поэтому они выглядят правдоподобно. Такого лжеца уже невозможно распознать. Разоблачить можно только того, кто лжет, и при этом знает, что лжет. Есть три признака, по которым можно узнать о фальсификации эмоций. Первое – это асимметрия. При асимметричном выражении одна и та же эмоция проявляется на какой-то половине лица сильнее, чем на другой. Но его не следует путать с односторонним выражением, при котором двигается только одна половина лица. Например, подмигивание или скептическое поднятие брови. Асимметрия имеет место только тогда, когда выражение лица является осознанным и фальшивым. Например, человек может сказать, что с ним все в порядке, но улыбнется он при этом только одной частью лица. Второй признак – это длительность. Это общая протяженность мимического выражения от момента его появления до полного исчезновения. Микровыражения длятся около четверти секунды, за исключением наивысшего накала страстей, таких как экстаз, буйная ярость или глубокая депрессия. Если в спокойном состоянии выражения длятся от 5 до 10 секунд, то такие выражения, несомненно, являются фальшивыми. И третий признак – это несвоевременность выражения лица по отношению к речи, интонациям и телодвижениям. Например, человек может сказать, «Я сыт по горло твоим поведением». Если гневное выражение появляется позже слов, то, скорее всего, гнев является поддельным, поскольку подлинное выражение появилось бы либо в самом начале фразы, либо даже чуть раньше ее. Еще меньше разрыв допустим между мимикой и телодвижениями. Например, при слове «сыт» человек стучит кулаком по столу. Если гневное выражение появляется у него на лице после удара, то он, скорее всего, лжет. Выражения лица, не синхронизированные с телодвижениями, как правило, являются признаками обмана. Глава 5. Основные ошибки и меры предосторожности. Каждый верификатор должен быть крайне осторожен, так как может по ошибке обвинить невиновного человека или, наоборот, оправдать лжеца. Верификатор никогда не должен полагаться только на один признак обмана. Их обязательно должно быть несколько. Существуют две ошибки. Первая ошибка – это так называемый капкан Брукао. Ни один признак обмана, будь то лицо, тело, голос или слова, не являются доказательством обмана, как не являются им изменения активности вегетативно-нервной системы, фиксируемая детектором лжи. Так как некоторые люди чувствуют себя не в своей тарелке или виноватыми, даже когда говорят чистую правду. А отсутствие признаков обмана еще не является доказательством правды. Некоторые лжецы вообще не допускают никаких промахов. Психопаты или прирожденные лжецы обладают поразительной способностью сдерживать проявления своих истинных чувств. Также они могут использовать свои актерские навыки, чтобы избежать разоблачения. Нужно стремиться выносить суждения, основываясь только на изменениях в поведении подозреваемого. Верификатор обязательно должен сравнить обычное поведение подозреваемого и его поведение после того, как подозрение в его адрес высказано открыто. И вторая ошибка – это ошибка от тела. Она случается тогда, когда верификатор не верит испытывающему стресс человеку, который говорит правду. Люди часто боятся, что им не поверят, и страх, испытываемый ими из-за этого, очень легко спутать с боязнью разоблачения лжеца. Часто очень ревнивые люди совершают такие ошибки. Ведь если человек заподозрил обман, разуверить его в этом практически невозможно. Или если человек вам однажды соврет, то в будущем вы будете воспринимать все его объяснения как ложь. Поэтому верификатор должен стремиться ясно отдать себе отчет возможности собственного предвзятого отношения к подозреваемому. Глава 6. Детектор лжи в качестве верификатора. Детектор лжи не является точным инструментом для обнаружения того, врет человек или нет. На движущемся листе бумаги записываются импульсы. Под импульсами понимают изменения деятельности вегетативной нервной системы. Для того, чтобы обнаружить ложь, оператор детектора сравнивает показатели деятельности ВНС, полученные во время нейтральных вопросов, например, сегодня вторник, или «Вы когда-нибудь что-нибудь крали?» и во время целевых вопросов «Вы украли 750 долларов?» Подозреваемого признают виновным, если детектор при целевых вопросах показывает усиление деятельности ВНС по сравнению с нейтральными. Но опять же, если человек даже ничего не крал, то он будет нервничать, когда будут спрашивать о краже, потому что подумают, что его могут несправедливо обвинить, и потому возбуждение у человека растет, а пульс увеличивается. И в итоге неопытный оператор может заключить, что человек лжет. В книге достаточно много информации о детекторе лжи, например, как его использовали на шпионах, на людях, устраивающихся на работу и тому подобное. Также в книге много рассказано о том, как лидеры разных стран обманывали друг друга. Поэтому, если тебе интересно, покупай и читай книгу полностью. А у меня на этом все. Ставь лайк, если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик и оставляй любой комментарий, чтобы ролик выходил в рекомендованное. Осталось сделать последнюю книгу в этом году. Ждите новых выпусков. Пока!